Ехать где-то час, и мы сели не в тот поезд. Давай, я уже не помню, куда-то или что-то. Я тоже. Нос. Не дает мне целовать, и все. Чтобы никто не видел. Он говорит, нет, идем тебе каких-то футболочек, кофточек, чего-то светленького, красивого. Надо в своей жене обязательно что-то купить. Нам написал владелец, что... Смотрите где, возле трамвайных себе. Сидят, сидят. Тебе греются такие колесики три. Информация по поводу машины. Мы все-таки подумали и решили, что нам не нужна ржавая машина за тысячу евро, потому что это будет наш геморрой, и мы не будем ее брать. Будем искать дальше. Где-то, в любом случае, наша машина нас ждет. А сейчас мы с Танюшкой хотели поехать в торговый центр, чтобы купить мне тренировочные кроссовки, так как я нуждаюсь в тренировках очень сильно. Начинаю психовать. Тренировок мне очень сильно не хватает. Приехали, чтобы поехать в торговый центр. Я уже говорил, торговый центр в другом городе. В другой город надо поехать на автобус, не автобус, на тренировок. На поезде ехать где-то час, и мы сели не в тот поезд, а следующий через час. А потом с поезда мы должны были пересесть на автобус, чтобы ехать еще час. А получается, что мы уже чуть-чуть, не чуть-чуть, мы не успеваем. Показывает по графику. Поезд прибудет на точку 208, а наш автобус с этой точки должен поехать в 205. Короче, мы сейчас попробуем решить эту проблему. Что ты хочешь от нас? А ничего, расстроилась. Расстроилась? Не расстраивайся, малышка. Я очень не люблю, когда все идет не по плану. Я тоже не люблю, но мы сильные, мы должны справляться и преодолевать все эти проблемы. По-другому не может быть. Если бы все было легко и просто, то мы бы давно уже были миллиардерами. Да ладно, это не проблема. Да? Вот так, не проблема. Давай пятюним. Все, видите, как она расстроилась? Сейчас что-то покушает, и настроение станет лучше. Ребята. Однозначно. Ребята, значит, мы уже на старте. Два часа, две минуты. На автобусу отъезжают в 2 часа 5 минут, если мы ошибаемся. А наш поезд, по идее, должен прибыть вообще-то в 2 часа 8 минут. Но мы надеемся все-таки, что он приедет чуть-чуть. Раньше мы все успеем. Сейчас будем бежать. Сколько сейчас минут? Ребята, мы прибыли, 0,3 минуты. Двери открываются, ура! У нас 2 минуты. Итак, куда, давай, я за тобой. У тебя так копейки звенят, я их слышу. Это не копейки, это цепочка. Кости ее так растят. Ой, ребята, это так смешно. Кто еще так бегал по вокзалам? 0,5. А перед этим сидели. Полтора часа у себя на вокзале ждали. Держите пальчики, давайте. Обожайте нам, чтобы мы успели, мы уже настроились. Туда, туда, туда. Туда, туда, туда. Давай, это я уже не помню, куда тут или что тут. Я тоже. Это как-то не туда. Туда, туда. Успели? Ой, стопили. Это, конечно, что-то. Друзья, как Аврилаков. Да. Все супер. Вы успели, мы находим. Да. Ой, ты ж надо, представьте, какой он уверенный. Он всегда знает, что мы все успеем, что у нас все получится. Танюша. Да, дай, куда? Куда садить? Ох. Какая ушка. Поздравляю, брат. Я не остался здесь, кроссовок, тренировочных. Ой, давно я так не бегала, если честно. Не, вот конец. Тут очень солнце, конечно. Очень, если очень трясла камерой. Простите, извините, как могла, так бежала. Но мы свою задачку сделали. Да, 206. Доехали. Ура. Причем это крайне редко, чтобы вы понимали, что здесь поезд прибывает раньше. По расписанию в 14.08 мы только должны были приехать в Лейцех. А Танюшка так расстроилась изначально, думала. Я так психовала, вы не представляете. Потому что я очень не люблю, когда вот я что-то настроюсь, уже все там спланирую. И потом чик, и что же. Отдышать, все, отдыхай. Молодец, умничка. Отдышалась? Да. Как тебе тренировка? Хорошая. Молодец. Да. Завтра возвращаемся на ту же самую тренировку? Да. Мы молодцы. Мы успели. Будет прикол, если мы приедем, этих кроссовок не будет. Не надо мне сейчас такое леварить. Мы везучие. Одним только желанием, одним только сказанным можно осуществить то, что мы говорим. Мы везучие и все. Несмотря на то, что иногда ошибаемся. Все задуманное издавается, мы на месте, мы приехали все-таки в этот ТЦФ, который мы хотели. Я надеюсь, мы сейчас купим окопчику каких-то очень полезных вещей. Танюшке, конечно же, тоже нужно подарков. Она заслужила, она бежала вообще как в последний раз, я считаю. Да, Таня? Мы специально для этого и поехали, чтобы тебе покупать какой-то подарок. Я согласна. А я там бочком, если повезет, и то счастье. То что-то перепадет, да? Да, друзья, погода уже, как видите, классная. Еще плюс ко всему мы в футболках. Я одел штаны толстые, мне очень жарко. Чуть-чуть голова разболелась от этого состояния. Но хочу сказать, и то хорошо. Вот любимый магазин окопчика. Кто еще не знает? Если не знает, уже знает. Подошла к окопчику, он уже мерил одну пару. Говорит, хорошие, но чуть-чуть маленькие. Мы уже приехали за определенной моделью, поэтому он, в принципе, знал, зачем он идет. Говорит, посиди, сейчас пойду на размер больше возьму. И все, я сижу. Вот этот разноязычный мир вокруг меня. Они меня все пугают. Они кричат, они очень громкие. Ой, идет, муженечек мой. Мне понравились вот эти, только моего размера нет. Смотри, какие-то цвета. Ой, какие. Это один такой, один такой? Какие крутые. Это беговые. Да, это вообще-то супер-мега удобные. Боже, какие они легкие, да? Да. Нету, да? А сколько они стоят? 200. С 310 спустились на 200. Ну, это те, которые мы еще раньше когда-то смотрели. Ой, хочу такие тапки. Ты хочешь такие тапки? Да. Возьми, сколько они? Ну, 35 евро, но это женский размер. Ну, что мы сейчас тебе найдем? Ладно, это что ты еще притащил, интересно узнать? В прошлый раз, когда мы мерили, я нашел эти за 41 евро. Да. Думаю, еще разочек посмотреть, как каждый день. Очень хороший вариант. Очень классные, я их помню. Да, сейчас просто померю то, что она мне побольше. Это те, что ты хочешь эти побольше, да? Да, это откуда? И этот размер. Ой, а что, тебе не нравится? Белые не хочу. Они быстро просто становятся черные, грязные. Ну да, с твоими тренировками. Ну давай. Оранжевые классные. Ну, получается, не нашел расцветку. Ну, мою хотей мою расцветку не нашел. Потому что, не знаю, только мой размер, 9,5. Я хочу померить еще десятку. Да, ложечка, пожалуйста. А, вот, все словила. А то очень яркие казались. Десятка будет большая, наверное. Ну, невозможно тут. Ну да, хотя это тренировочные. Пусть будут лучше свободные, чтобы пальцем не было больно. Ну. Эти уже чересчур, мне кажется, нет? Нет, они... Легче тебе мне? Ну и в них, и в них. Мне, так скажем, нормально. Особо разницы не чувствую, если честно. Голосуем, ребята. Ярко-оранжевый или просто оранжевый? Пока вы проголосуете, я уже возьму. Ну, все равно пусть люди скажут свое мнение. Ну, ярко, конечно, круче, честно тебе скажу. Я знаю, что они ушатаются и будут некрасивые через неделю, но... Неделю буду ходить красивый. Нет, ну ты просто такой аккуратный парнишка, поэтому я думаю, что может быть... Ну, тут тренировка. Ну да, на тренировке. Ладно, подожди, я сейчас хочу просто, чтобы было понятно, какой цвет. Смотрите, ну, крутики, да? Мне уже нашли кроссовки, я уже определился. И сейчас пришло время взять что-то Танюшке. Танюшке подарок, так называемый. Если ее пропустят, ее пропустили. Ну, что? Ну, в общем, сверху они... Так вот, если закрыть штанами, то они мне очень нравятся, потому что они... Ну, так и будешь ходить, да? Мега удобные, мягкие, как будто бы изики. Кругом мягенькие, ничего не чувствуется. И вот так сбоку еще как ни крути. Но вот сверху, это что вообще такое? Ну, красивые. Ты же не будешь смотреть сверху. Нет, нет, нет. Нет, тогда не берем. Да, смотри, вот этот мой кроссовочек, какой он сверху такой аккуратный. Нет, так не хочу. Хочешь, не хочешь? Ну, мягкие, знаешь, на мои ноги проблемные. Это, конечно, в самый раз. Не знаю, не хочу. Не хочешь? Ну, окей, ладно. Друзья, можете поздравлять. Покупочки сделаны. Две кроссовки плюс. Две пары кроссовок почему-то не одни перепали, а две. Но по очень хорошим ценам. Все позже покажут. Да, муженька мы поздравляем. Нос. Не дает мне целовать, и все. Чтобы никто не видел. Хочу рассказать историю, друзья. Раньше я покупал кроссовки. Не то, что я такой богатый был или что. Вот на мне кроссовки, я говорил неоднократно, я их ношу уже больше четырех лет. Да, вот последний год им перепало. Я их одеваю прям, можно сказать, каждый день. Но я их покупал за 210 долларов. Одни пары. А сейчас мы купили... Сейчас они стоят еще, скажи сколько. Ну, они, они коллекционные, они в цене поднимаются. Это не хвостовство. Просто факты, концертируем. Ну, это же приятно. Полторы тысячи долларов они стоят. Сейчас они... Они стоят сейчас полторы тысячи долларов. Это классно, конечно, кайфово, когда ты одеваешь и понимаешь, что у тебя там дорогая какая-то обувь, это тебе какой-то статус придает, наверное. Это просто даже для самооценки. Мне просто нравятся модели, все. Сейчас у них очень жарко, и у меня просто не было другого варианта, как купить еще одни кроссовки. Кстати, мы очень-очень долго искали варианты, чтобы с Еревана передать нам наши кроссовки. Но кого-то из людей мы так и не нашли, кто бы нам помог. Люди писали, потом почему-то не читали, не видели наши ответы в комментариях, и так и результата нет. Те компании грузоперевозки, через которые мы пытались это сделать, это вообще, конечно, нужно. Можно я скажу? Кстати, нам одна подписчица посоветовала компанию грузоперевозок. Не буду называть, как называется. Если вам интересно, напишите, я в комментариях напишу, как компания называется. Она посоветовала эту компанию как хорошую, доверенную и недорогую. Но, во-первых, я не мог дозвониться до этой компании больше недели. Я им писал и на e-mail, я и писал, позвонил, звонил на номера здешние и на армянский. Мама моя звонила. В итоге, никаким образом нету, нету информации, в итоге мама моя с Арменией дозвонилась. Они сказали, нет, извиняюсь, это не так. Наша подписчица же нам сообщила номер телефона владельца этой компании. Да, я опять ей написала, а что говорю? Подожди. Это владельца этой компании. Я позвонил ему лично, клиент, говорю, брат, я хочу из Еревана вещи свои доставить сюда. Это возможно? Он говорит, а вы в Армению звонили по армянским номерам? Я говорю, да, звонил. Звонил, и там не отвечают. Это же твои компетенции, в твоих же интересах, чтобы твоя компания работала хорошо. Он говорит, ну, позвони еще раз, наверное, они заняты. Я такой, ну, хорошо, значит, ты не заинтересован. Скинул тропку, даже не хочу уже с ними связываться. В итоге моя мама дозвонилась до них, и они сообщили сумму гораздо больше, чем обычная компания, которая занимается грузоперевозками. То есть неответственно относятся к своей работе, плюс еще и берут большую сумму за доставку. Сколько за килограмм? Я не помню, там, по-моему, все просили по 6-7 евро за килограмм, а они просят 10-12 за килограмм. В зависимости, что там. Все, я рад. Есть красоты. Купили новые, поэтому поздравляем тебя. Поздравляем. Моя малышка решила, что пришло время попить кофе и съесть домашние бутерброды. Банан еще есть. Так как у нее пост, она носит все с собой, и, соответственно, еще и мне с собой носит. Ну, это, конечно же, все я ношу, но в этом есть плюс. Ты всегда кушаешь нормальную еду, и ты никогда не бываешь голодным. Потому что только ты проголодался, ты можешь достать и покушать. Потому что у тебя супер-женушка. Да. Я люблю. Если честно, когда мы едем, мне вот эти бутербродики там на мату. Я люблю даже это делать. Да, потому что я заботливая жёночка. ЖЖ, ЖЖ. ЖЖ, ты что-то выбрала? Нет, я померила две футболочки, и они мне не подошли, и я поняла, что нет. Сегодня не твой день, да? Мне реально на покупке надо очень много времени. Я не могу так за три секунды. Она еще в Найке ходила, ходила, что-то смотрела, я ей приносил там несколько поробов, и она померила, и в итоге сказала нет. А я, как вы знаете, получил кроссовки. Это для того, чтобы окоп хотел по улице, так как у него уже нехватка обуви. И еще одни получил тренировочные. Я доволен, потому что в первую очередь мы заплатили небольшую сумму за то, что мы взяли. Если вот взять, по правде сказать, только тренировочные кроссовки, да не только тренировочные, что те, что те, они оба отдельности друг от друга стоили то, что мы сейчас заплатили за две. То есть у них у обоих, по сути, 50% скидка получается. Тренировочные сейчас на сайте я прикреплю, посмотрите, и при желании можете покупать. Никто не против, конечно же. Они, если не ошибаюсь, сейчас стоят 150 долларов, а на эти, которые на моих ногах, я не видел цену, потому что, честно скажу, эту модель особо не встречал. Но они тоже порядка 100 долларов будут стоить. А мы тут купили за 100 долларов, а две пары. Завтрашний день начинаю тренироваться. Нет, завтра воскресенье. С понедельника начинаю тренироваться. Ура, ура! И хочу тебе сообщить, что я все-таки не возобновляю, но начинаю свой влог по тренировкам. Все. Возобновляю свой влог по тренировкам. Кстати, знаешь, сколько людей писали, что почему ты не ведешь ничего со спортом? Все, теперь буду вести, буду транслировать, буду рассказывать, как делать упражнения, как я тренируюсь. Короче, так, одним словом, жить спортсмена в спортивном клубе, а не вот так. Это моя жизнь, с моей семьей, с моей женой, наша жизнь. А там будет спортивная жизнь. Друзья, поддержите его. Поддержите лайком. Поддержите лайком, комментом, каким-то добрым словом. Пусть уже это сделает, наконец-то. Потому что он классный, очень опытный, осознанный спортсмен. И он может это делать. Просто. Надо начать. Надо начать. У меня материалы, чтобы вы понимали, уже готовы, уже загружены. Мне нужно нажать кнопку, чтобы они уже опубликовались. Все, начинаем. Гул. Я признаюсь вам честно, ничего сегодня покупать себе не собиралась. Я не настроена. Но муженька мой решил, что надо все-таки вставать. У нас есть еще полчаса. Он говорит, нет, идем тебе каких-то футболочек, кофточек, чего-то светленького, красивого. Надо своей жене обязательно что-то купить. Обязательно. Я просто и так довольна. У меня и так классное настроение, у меня все хорошо. У тебя всегда все хорошо, но я хочу, чтобы было еще лучше. Ну, тогда попробуем, что? Вот в тот магазин пошли. Иди. Раз уж такое дело. Давай, я тебе тут подожду, хорошо? Будешь стоять, не идешь со мной. А, хочешь, чтобы я с тобой зашел? Ну, ладно. Вот так. Ну, раз ты же так настоялся, чтобы пошли мне что-то выбирать, то давай. Отдавайся по полной называется. Быстренько покажу, раз вариант мне нравится, берем дальше. Вот тоже классный вариант, берем, мне очень нравится. И что ж, и что ж, так сложилось, что у меня покупочки. Так получилось, что Танюшка получила еще три кофты. Словесценно, случайно и к месту. Что скажете? Я сразу одела, потому что я была в кофточке с длинным рукавом, мне было жарко. А тут лето и к месту. Лето такое припекло, мне уже во всех местах так хорошо. Слушайте, очень классная ткань, мне вообще все нравится. Я не знаю, в полосочку я никогда ничего не носила, что скажете по поводу полоски? Нормально, как из тюрьмы вышло. Ладно, шучу-чучу. Сюда, сюда, куда ты идешь? В общем, мужа сказал, что ему нравится. Еще одну такую же мерила с лимончиком. Просто тут же был желтый лимончик. Была красивая, но очень короткая. Я не люблю такие короткие. А у Тани, кстати, в Инстаграме кличка, не кличка, никнейм, Тан Лимон. Да, и мы увидели такие, о-о, так захотели этот лимончик купить, но она мне не подошла. Так что вот так, вот я тоже с подарками, с покупками довольная, счастливая. И, кстати, футболочки все купили в этом магазине. От десяти до... Короче, четыре кофты. Скажи. Четыре футболки я отдал тридцать девять евро. Вот так вот. Так что мы знаем, куда ездить, да? Четыре футболочки, тридцать девять. Очень удачная и очень недорогой торговый центр. Со скидками просто. Это мне нравится очень. В коробке, в кроссовках была вот такая штука, чтобы я был еще больше счастлив, и Танюшка тоже. А обратно поехать на автобус сей. Мы пришли вовремя, даже чуть раньше. Господа, постоим, отдышимся, приведем себя в нормальное самочувствие и поедем домой. Добрый путь. Красиво стало. Я хочу вам сказать, если вы знаете какие-то еще хорошие аутлеты, недалеко от нас, недалеко от города Лейпциг, понятно, что по всей Германии их куча, но где-то там в 1585 километров от нас. Обязательно нам пишите. Не надо нам писать. Напишите, если знаете какие-то поближе к нам, до которых можно там за каких-то пару-тройку часов добраться, мы будем ехать, мы любим это дело и любим вам показывать. Дорогушики, мы в Лейпциге, доехали хорошо, все нормально, сели на правильный автобус. Все живы-здоровы. Живы-здоровы, да. Если вы не смотрели то видео, как мы в прошлый раз добирались из того торгового центра в Лейпциг, как мы потерялись, то видео будет прикреплено внизу, в описании. Посмотрите обязательно, очень прикольно. Но мы уже все знаем. Но если не посмотрите, мы очень сильно не обидимся. Мы чуть-чуть обидимся, чуть-чуть. Этот армянский юмор. Ребята, если не смешно, не смейтесь. Все, let's go, пошли. Уровень безопасности в Германии. В конверте приходит письмо, в письме QR-код. Сейчас покажу, как он запечатлен. Да, ты есть. Просто подержи камеру. В конверте приходит письмо, в письме вот такой штук, которую просто дает тебе QR-код, понимаете? QR-код, чтобы активировать мобильное приложение. Я говорю, это классно, хорошо, когда вот уровень безопасности такой крутой. Но пока что я не могу над этим не прикольнуться. Потому что у нас в жизни такого не было, что QR-код нужно вот так круто, круто, можно так сказать смело. Круто. Чуть быстрее он улетает. А где он? Я не понял. Тут написано, нужно еще вот это отклеить, да? Смотри, тут еще то, что я открыл, это ни о чем. Это просто он такой темный, чтобы ни за что оно не просвечивалось. Плюс. Мы идем, кстати, смотреть квартиру. Может быть, мы найдем нашу квартиру. И тебя берем с собой. Все, ладно, тут QR-код. Давайте, пока. Пока. Мы очень надеялись, что мы пойдем посмотрим квартиру. Но! Когда мы были уже в транспорте, нам написал владелец, что по личным причинам он вынужден отменить встречу. И мы по личным причинам сейчас будем бродить, искать какое-то место, где, может быть, выпьем кофе, а, может быть, съедим еще и мороженое. Особенно я. Я на посту, ребята, я не ем молочное. Он приколит. Но я про себя, я про себя, это я хочу мороженое, очень. А я хочу подбить итоги. Второй раз нам отменяют просмотры. Причем это происходит там за 10-15 минут до встречи. Так что... У меня есть что сказать. У меня тоже. Закончишь, скажу. Окей. Я хочу сказать то, что там... Мы говорили, что немцы очень пунктуальные, очень ответственные, туда-сюда. Именно тут. Я все-таки поставлю точку и скажу. Давай. Это немцы. Но первый, который нам отменил встречу, был не немцем. А сейчас второй, тоже неизвестно какой национальности. Все, продолжай. Ага, ты прав, да. Тогда ладно, пока мы не встретимся с этим человеком, не будем этого говорить. Хорошо, согласна. Я уже хотела сказать, что нет, это неправда. Возмущаться не надо. Ты добро несешь. Ты добрая. У тебя вселенная все за тобой смотрит, делает импульсы, энергии. О, боги, смотрим. Ладно, ладно, все, я забыла. Я добрая, я позитивная, я хорошая. Я говорю только добро и несу только добро. Все. Спасибо, что ты меня поправил. Это может быть мой некрасивый юмор. Но я хотел сказать, я добрый чурка. Ребята, не уделяйтесь. У него юмор очень специфический. К нему надо привыкнуть. А вы ко мне уже привыкли. Ты ко мне привык, не вы. Мы показывали это заведение, и говорили, тут жарят шашлыки. А тут, как кажется, жарят сосисон. А тут их там грибишь? Сосисон, вот смотри. Потому что тут же эти булки с сосисками такие вкусные делают. Блюда сосиски с чем-то, с разными соусами, только не с майонезом, с горчицей, с кетчупом. Да, кстати, немцы не любят с майонезом есть. Представьте. А Танюшка обожаю. Танюшка не представляет вообще, как без майонеза есть. Вот сейчас я нельзя есть майонез. Как без майонеза жить. Как жить. И сейчас мне нельзя майонез, я просто пропадаю. Переучаем себе жить по-другому. Не, вообще-то я очень долгий период жила без майонеза, без всего. Это вот за этих полтора года, когда у нас вот это вот все. Когда я ее бил, она не ела майонез. Страшила ты моя. Не буду так. Я шучу, я ее не бью. Она меня только бьет. Ребята, смотрите, какие тут булки. Раз волк, два волка. Я и мой брат. И Берлочка маленькая. Красивая такая ручная работа. Можно чуть-чуть? Вот так. Пошли, я тебе покупаю дом. Целый большой. Давай, мне бы очень хотелось здесь жить. Да, такой район классный вообще. Просто... Ой, мушка, уйди. Меня чуть не съела. Все, его и нету, успокойся. Заслабься. Он возле тебя теперь. Ты меня спас. И купил дом. Ага, купи дом. Ага, это ты. Вот этот красный хочу. Красивый такой. А этот красный не хочешь? Нет, хочу этот, потому что дерево, посмотри, зази. Не сбивай меня со своими собачками. Красивое дерево очень. Вы не поверите, Танюша у себя нашла еду, сумочки. А мы тут еще увидели, смотрите. Смотрите, где? Возле трамвайных себе. Сидят, сидят. Сидят, тебе греются такие холёсики-3. Мы не будем близко подходить, чтобы не мешать им покою. Ты сидит, тебе холёси, такие милые. А мы ходили на мостик, друзья, чтобы вы понимали. Пошли, поздоровались с уточками, там с ними поговорили. И пошли дальше гулять. Теперь мы ищем, где нам поесть. Мы голодные? Как обычно, мы голодные и хотим есть. Тут всё стандартно, всё по обычному плану. И очень хотим воды? Но воды не купить. Воды не купить, воскресенье? Купить мороженое можно. Не прошло и года, мы дошли до какого-то места, где можно съесть суши. Честно скажу, мы прошли весь город просто от одного края до второго. И наконец-то, ура, дошли. У меня модная жена цепочку уже сверху носит, показывает, какая она богатая местным меркам, можно так сказать. Тут, кстати, мне интересно, почему цепочку все носит снаружи. Наверное, тут не принято носить это красиво, да? Да, мы начали замечать очень на многих людях прям. Людях? Да. Или людей? Да, на многих людях. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как будет правильно, на многих людях или людей. Всё, ждём. Ребятки, нам принесли воду, мы довольны, напились как могли, вкуснейшей водой. Да, водичка реально к месту, потому что очень хотелось пить, а купить негде. А беда, что реально магазин не работает, и ты просто воду купить не можешь. Нужно с тобой было взять из дома или подойти в какой-то ресторан купить. Мы хотели съесть пить, а не таскать воду. Ладно, это по поводу воды. Ага. Ага. Давай, показывай, рассказывай. Я хочу сушики показать вам. Мне сегодня можно рыбку. Так что мы пришли на суши, и окопчик мне сделает палочки, так как я... Я скажу, конечно, ты всё. Всё, всё, давай. Танюшка не очень хорошо умеет правляться, пользоваться суши. Я для неё специально готовлю палочки. Салфеточка должна быть чуть меньше. Берём любую салфеточку. Короче, если она большая, просто рвём на две части, чтобы было удобно. Угу. Вот так ставим. Палочки ставим посередине. Можно почти сказать, касаются друг друга. И перекручиваем. И это получается у нас суши-палочка, они такие чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Для Танюшки специально. Вот такой у меня спасатель Малибу, мне всегда так делают. Спасательный круг. Спасательный мой круг. И я могу есть палочками. Ха-ха-ха. Идти в умилей мой. Вот здесь, дорогая. Благодарю тебе тоже. Ребята, смотрите, просто какой кусок авокадо положили. Это вообще что-то. Реально что-то вкусное очень. И Танюшка, бери. Подождите. Давай. Какой рот. Какой рот. Ротище. Да, реально вкусно. Вот такие свежие-свежие. Это очень классно. Скажу честно, я давно такого вкусного суши не ел. Они реально очень достойные и вкусные. Вот этот я только что съела с рыбкой. Там просто такие кусяры рыбы. Она такая свежайшая. И вот тут так прикольно сделали с этой микрозеленью. Можно вот так доставать. Да, это китик такой красивый. Такой тик. Ой, какая милость. Посмотрите. Это хап. Нету. Это что? Она такая вкусная. Такая мятная. Слушай, я не знаю, да, что это за зелень. Я в микрозеленью, конечно же, общался, но это не имею понятия, что такое. Такое мы ели. Мы ели какие-то горохи разные мы покупали. Я не знаю, что это. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это, если вы знаете, за микрозелень. Да, ну-ка напишите, посмотрите, что это. Вот так положу вам, чтобы было видно. Почти видно, короче. Вот это прекраснейшее кафе. Мы с Акопчиком отвели душу, как никогда просто. Реально вкусно. Вот так пальчики оближешь. И Акопчик правильно сказал. Просто не очень хорошо подобранное место. А мой муж, любимый. Не очень хорошо подобранное место. Или что? Сегодня воскресенье, и все кафешки забиты. Вот, посмотри, что он делает. Зоя. Все кафешки забиты. Там колодец. А там я говорю что-то. Сейчас получишь. Сейчас получишь. Простите, пожалуйста, пятый раз начинаю говорить. Все кафешки забиты. В воскресенье люди выходят и реально проводят время в ресторанах и в кафе. А тут за то время, что мы просидели, часа, наверное, час точно. Часа, наверное, 30 минут. Часа, наверное, час или 30 минут. Тут зашла одна девушка, поела. То есть пусто. Вот. С такой вкусной, хорошей кухней. Вот ты точно рассказал. То есть пусто, да, или не пусто? Ага. Может не пусто. Будет сейчас меня тут прикольчики тянуть? Нам кажется, что пусто. Колодец, денежки. Что еще хотел сказать? Идем к этому дереву. Я говорила, что это сакура. А Акоп что сказал? Это лотус. Лотус. Он говорил, что это лотус. Он считает, что вот так вот растет лотус. Вон там, видите? Это просто какая-то... Это номер 132. Невероятная красота. Вы не представляете. Они такие густые-густые эти. Этот цвет. А что за цвет? Ну, как по мне, то это сакура. Но я честно скажу, я ее вообще вижу первый раз. Эту сакуру, если это она. Я просто гуглила, и мне кажется, что по картинкам это она. Потому что это не вишня, ничего. Я не знаю, как это назвать. Напишите, пожалуйста, кто знает, что это за дерево. Напишите, пожалуйста, погуглили ты или не погуглили. Ты погуглили. Арандель, ты что, сейчас прикалываться вздумал, да? Я не вздумал, я прикалываюсь. У тебя там сумочка некрасиво повернута. Что, наелся уже все? Смелый? Смелый? Всегда смелый. Что, забыл, кто в доме хозяин, да? Вот такие хозяин домой бегают. До дома. Ну дерево реально, просто кайф, фото какая-то невозможно. Ара, ты ку-ку? Ну, конечно, я ку-ку-ку. Ты прокинь, ты меня испугалась в первый раз в жизни. Ты просто не поняла, что произошло. Не успела. Я просто не увидела, что будет такой ку-ку. Смотри, какое интересное. Садись внутри. А, это реально кататься? Это для детей. В Германии есть очень интересные варианты оформления улицы и как качели. Качели, очень интересные варианты качели, карусель для детей. Ты можешь сама покрутить, тебе или я могу? Да. Ой, зай, 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 тормози, тормози. Не, 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 смотри, смотри. Ну зай, мне плохо, пожалуйста. Ну тормози сама, все. Я не люблю, когда ты так делаешь. Ну так всегда, пять круговых, все, хозяина плохо. А ты не делай так, я так и знала. Что, хозяина плохо? У меня крутите голову за тебя. Ой, 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 ой. Ой, бедняжка. Не упадешь? Не знаю. Возраст. Возраст, это серьезная штука вообще-то. Да, дорогая, сядем, плохо? Вон, куртку бери. Давай, садись, садись. Ложись, ложись, отдышись. Ой, бедняжка. Сполучим. Ой, как ей плохо, вы просто, просто не... Солдайте.